АНГАРСКИЙ ПИВЗАВОД Газета призывает обещалкиных к ответу. Вот что я нашла на страницах местной печати. Новость из поля футбольного. Директор стадиона «Ангара» отправился на стадион по грибы. То, что держит в руке Михаил Иванович Дмитраченко, вовсе не футбольный мяч. Хотя Михаил Иванович – директор стадиона «Ангара». В руках у директора гриб, причем сорванный здесь же, на территории стадиона. Самое удивительное, что этот гриб съедобный. Во всяком случае, вот уже 30 лет, что Михаил Иванович работает на стадионе, он с коллегами эти грибы в пищу употребляет. Только вот мужики до сих пор не знают, что же за грибы они едят и как их название. Так что, знатоки, ответьте, что же все-таки едят Михаил Иванович за товарищами. Ну и не убегая от футбольной темы, далеко перенесемся в 1988-й. Пресса от 21 сентября славит команду юношей под руководством тренера Антонова, которая стала второй в стране. Не первый раз встречаюсь с юными футболистами и их тренером Андреем Петровичем Антоновым. И всегда приходит мысль – вот почти готовая классная команда будущих мастеров второй лиги. Футбольная дружина вполне способная защищать честь нашего города, занимать почетные места в турнирной таблице. Вот у кого поучиться бы нашей нынешней футбольной сборной. А пока в Ангарске растет новая смена. Сегодня, 21 сентября, в нашем городе стартует региональный турнир по футболу среди юношей 10-14 лет, посвященный памяти почетного гражданина Ангарска Петра Дмитриевича Антонова, отца того самого тренера со страниц, цитируемой мной газеты. Пожелаем удачи ребятам. А у меня все. Пока.